Приветствую вас, и давайте мы разберем по пунктам вашу проблему. Значит, во-первых, вы пишете, что у вас есть такая беда, что вы в течение одного года работали на двух местах работы, и, ну, сейчас вы там уже не работаете, соответственно, и на других местах, тоже на двух, вы работали, при этом это было неофициально, и вы сейчас как бы без работы. Значит, чтобы проанализировать, что вы делаете не так, нужно сначала совмести, сопоставить, если угодно, причины, по которым вы ушли со своих мест работы. То есть, ну, вы же нашли место работы, в принципе, нашли достаточно много, 4 раза. Да, два официального, два неофициального, это понятно, но, тем не менее, место работы, каким бы оно ни было, это все равно место работы. И от того, что оно неофициальное, вряд ли оно становится хуже, ну, разве что, только то, что вам за это не идет, ну, не идет, например, стаж, да, это, конечно, плохо, но в остальном нет никакого основания полагать, что это, как сказать, так сказать, плохая ситуация, плохой вариант для вас. Значит, это первое. Второе. Второе. Вы пишите о том, что вы не находите ничего подходящего, и у вас 4 года престижного вуза и не ядов. Значит, соответственно, что вам можно сказать по этому поводу? Ну, наверное, только одно, это то, что вам желательно бы, как бы, поменять, вот, немножечко свои, может быть, притяжания на место работы, потому что, по всей видимости, вы слишком многого от себя ждете, у вас слишком завышенные ожидания от работы. Именно из-за того, что, возможно, вы считаете, что, получив образование, престижное образование, вы достойны того, чтобы иметь и престижную же работу. Но правда заключается в том, что это, к сожалению, далеко не всегда так, не всегда человек с престижным местом обучения может рассчитывать на престижное же место работы. К сожалению, это не так, далеко не так. И вот, это первое, что вам нужно для себя уяснить. Это первое. Второе, ну, возможно, стоит стать более привлекательным соискателем какой-либо должности для работодателей, потому что пока, судя по тому, что вы отписываете, у вас могут быть с этим проблемы. Либо, по сути дела, снизить свою планку, то есть сделать больший круг ваших подходящих ракансий более, так сказать, многочисленным, чтобы больше работы было для вас подходящим. Важный момент, что может быть, та сфера, которой вы занимаетесь, которой вы обучались, не является вашей. И в таком случае это хорошо бы объяснило то, что вы не можете задержаться на месте работы. В этом случае, в этой ситуации, я бы очень сильно рекомендовал бы вам, очень настойчиво, настоятельно рекомендовал бы вам подумать о том, что может быть профессия, которую вы выбрали, является не совсем подходящей. И здесь важно решить для себя один такой только деликатный момент, что люди иногда пытаются стремяться к тому, чтобы получить определенную работу в соответствии с своим обучением, только потому, что не хотят, боятся, не желают принимать, ну, например, факт того, что обучение может, знаете, вот пройти просто так. То есть вы обучились, потратили какое-то время на обучение, да, выяснилось, что по специальности работать вы не будете. И вот этот момент, момент, я согласен, момент неприятный, я отдаю себе отчет в том, что он вам может быть вот сам по себе, не нравится этот момент, я понимаю. Но и вы пытаетесь понять, что если вы чувствуете в глубине души, что то, что вы делаете вам не по душе, или вы уже как-то по инерции просто хотите найти работу в определенной области, просто потому, что вы получили обучение, то у хорошего из этого ничего не получится, в том числе вы не будете получать удовольствие от самой работы. Это можно понимать. А обучение, ну, обучение вряд ли пройдет для вас в пустую, потому что ни одно обучение в пустую пройти не может. Вы получили какие-то знания в любом случае, все равно. И оно, это знание, оно останется с вами. Но будет лучше, если вы, например, получите какие-то знания еще, чтобы стать более, например, привлекательным соискателем для замещения должности уже, скажем, не только в том области, в которой вы ищете, но и в каком-нибудь смешной области, где вы точно могли бы себя попробовать. То есть он, по сути дела, расширяется угадор. И тогда, завершая свой ответ, мне бы хотелось немножечко резюмировать. Для решения вашей проблемы и для проработки, по сути дела, комплексов, я рекомендовал бы вам зайти с двух сторон. Первая сторона – это сторона субъективная, то есть сторона, при которой вам нужно для себя понять такую вещь. Вот вы потеряли места работы, достаточно много мест работы выско, ну, как бы неправильно, да, реализовали для того, что не смогли там удержаться. Соответственно, это нужно проанализировать. Что вас удержало от того, чтобы быть, по сути дела, там? Что не нравилось, может быть, что-то не устраивало, может быть, какие-то еще моменты были. То есть тут нужно разбираться с этим. Это вот то, что идет непосредственно в части касаемой ваших увольнений. А в части касаемой, в большей степени, объективной стороны вопроса, здесь нужно говорить о системе ваших задач, о системе ваших приоритетов, о восприятии себя как соискателя возможного, о том, как вы относитесь к возможным работодателям, как вы позиционируете себя, ну и так далее. То есть вариантов для работы, здесь и направлений для работы достаточно много. Ну, например, вот это вот ваше, что вы комплексуете по этому поводу, должен достать довольно покамерно, потому что, ну, по сути, комплексовать, именно комплексовать, нечего. Потому что, ну, время сейчас такое, что людям действительно тяжело найти работу. И, может быть, это даже совершенно не ваша вина, что вы не можете найти работу. Просто вы сами, наверное, знаете, что в периоды кризисов так было всегда, что были массовые сокращения, были там увольнения, и людям очень сложно найти работу. Работу по себе, по своим предпочтениям и так далее. То есть здесь нужно просто, возможно, еще проявить некоторую настойчивость, некоторую такую вот напористость, терпение, и это будет вам, ну, как бы, обязательно вознаграждено. Такое отношение будет тем, что вы получите в итоге ту работу, в которой вы хотите. Но, как бы, комплекс это всегда неуверенность в себе. Комплекс это всегда какой-то конфликт. Например, вы конфликтуете из-за того, что считаете, что вы должны работать, вы должны работать обязательно на престижном месте. Если это так, то простите, но тогда вникает момент, что вы подвержены общественному мнению людей. И если это так, то вряд ли вам это хорошее что-то принесет, потому что мнение общества, общественное мнение, оно всегда направлено, нацелено на достижение именно целей самого общества, а никак не одного какого-то конкретного человека. И вот если вы для себя попробуете эти вещи понять в этом направлении, посмотреть, а также определить более точную, может быть, или более полную причину конфликта, да, то есть почему вы конфликтуете. Ну, это, например, нормальное явление, да, как я уже сказал, что люди не могут найти работу, время сейчас такое, но вы все равно конфликтуете, значит, комплексуете, значит, на это есть какие-то причины. Вот возможные причины как раз-таки мощные, нужно прорабатывать для того, чтобы, ну, лучше понимать, в чем вы в себе не уверены. Потому что, возможно, именно эта неуверенность, она и создает эффект сверхмотивации, когда человек для выполнения своей задачи, для выполнения того, что ему нужно, использует не репродуктивный подход, то есть подход, как бы такой, знаете, машинальный, не творческий, а подход как раз-таки творческий. То есть, начиная делать тут, его делать для решения этой задачи не нужно, напротив, такое решение делает задачу невыполнимой. Но вы из-за повышенного значения того, что вам нужно, например, вам очень нужны эти работы, не только для того, чтобы себя прокормить, например, или свою семью, а ну не для чего-то еще. Вот это для чего-то еще повышенное значение, большее-большое количество значимостей для занятости и мешает вам, как ни парадоксально, найти эту самую работу. И потому сперва нужно определить для чего. А потом уже будет более понятно, в каком направлении вам нужно будет идти. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.